Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения, мы продолжаем проходить игру Черепашки Ниндзелегенды. Ну что же, у нас подошла к концу неделька, турнир закончился, и мы забираем свой приз. Посмотрим, где я, ребята, оказался. Да, я все-таки остался в Лиге Сегунов 3 звезды, и мы с вами забираем Ревард. Так, нам выпадает 7700 сюрикенов, Рокстеди, 35 ДНК, кролик, кстати. Так, что-то, ребята, подлагивает игра, я смотрю, у нас здесь. Мне это совсем не нравится, надо будет потом, наверное, перезайти. Эй, игра, серьезно, хорош уже. Ну что, ребята, я перезашел в игру, я надеюсь, что сейчас будет получше. Так, ну что же, 90 золотых осколков получаем, и 45 платиновых. Замечательно. Так, забегаем сразу же с вами в магазин, и открываем колоду. Так, кто нам выпадает? Зэк, 2 ДНК. Слушай, неплохо. Закрываем. Ну что, ребята, сегодня у нас начинается, естественно, новая лига, новый турнир. Но для начала мы... Ладно, это я за кадром сделаю, эти осколки, ребята, соберу. Ну, а приступаем, конечно же, с турнира. Так, что у нас тут? Петр, а, Петр, потом Мануэль и Грег. Тут, в принципе, ребята, большой разницы нету. Ну, давайте подеремся, наверное, хотят сказать, с самым сильным. Они все абсолютно одинаковы, поэтому давайте с Петром тогда. Так, Петр, у тебя, я смотрю, 13-й, 15-й и 14-й уровень бойцов. Я думаю, для меня это не сос... А, кстати, секундочку. Что у нас по персонажам? Ёлки-ты-палки! Мы с вами собрали, ребята, платиновые осколки. Ядрить-макарить. Ничего себе, сколько персонажей можно поднять в платиновый ранг. О-оу, я даже, я даже, ребята, замешкался. Я просто замешкался. В общем, давайте мы сделаем так. Ребят, сделаем голосование. Вы будете мне писать в комментариях, кого поднять по рангу в платиновый. И, соответственно, кого больше будет прописано, того и прапаем. Потому что, я серьезно вам говорю, мне хочется, ну, всех, ну, надо выбирать. Ну, а что мы сегодня с вами точно сделаем, так это... Да-да, поднимем вторую бронзовую звезду нашему Рокстеди, который в костюме кролика. Вот, вот он, ребята, получает вторую бронзовую звезду. И у него открывается... Вторая способность, которая называется «Пора мочить». Рокстеди выхватывает из кармана любимый водяной пистолет и мочит врагов-разрушителей. С вероятностью 25% вызывается блокировка исцеления на один ход. Вот так-то. То есть, он блокирует исцеление. Ладно, будем это знать. Ё-моё, ребят, ну, смотрите, на самом деле, сколько героев я могу прапать в платиновый ранг. Ядрить-макарить. У меня, конечно, есть две, даже три версии. Первая – это Бакстер Стокман. Вторая – это Ванька Стиранка и Железная Голова. Ну, и Зека, наверное, в принципе, тоже. Ой, не знаю. В общем, пишите, ребята. Ну, что же, а мы с вами переходим к турниру. Поехали. Теперь уже, как говорится, точно. Так, Александр, Леона и Хаким. Давай начнем, наверное, мы с Александра. Так, тут у нас 12-й и 14-й уровень. Так, погнали. Вот с этих ребятулик мы с вами начнем. Я хотел сказать, давайте поставим на автобой. Нет, ребят, здесь нужно драться своими ручонками. Во избежание каких-либо конфликтов, да? Чтобы у нас никто, не дай боже, не упал. Так, ну-ка. Нормулька. Давай добьем с вами Кирби. Все. Макман, ну куда ты своими маленькими вонючими ножками тут стучишь, а? Вот ты мне объясни. Ну что, ребята, первый бой у нас прошел удачно. Я думаю, что это где-то боев, так, наверное, 5-6 у нас будет вообще на изи. Так, зарабатываем с вами Мутаген. Всего лишь 210. И мы переходим на Лигу Войн 2 звезды. Так, ранг 96-й. Но это, ребята, самое начало. Джавьер, Хачатур и Стивен. Такой скачок сразу большой. Давай, наверное, мы начнем со Стивена. Со Стивена. Тут максимальный левел 16-й. И это у нас Хан. Ладно. Будем с вами вот такой командой сопротивляться. То есть, как раз у нас здесь Роксиди в одежде кролика. Ну что же, приступаем. Начнем с Хана. Так, шикарно. Хан, успокойся, пожалуйста. Давай просто рубанем его. Все. Так, Леонардо выеживается. Ну-ка, пульника в него из водяного пистолета. Ух ты, это массовая так оказывается. Я думал, что одиночная. Нет, ребята. Ну что же, это только нам на руку, поэтому... Да ладно. Я думал, добьем. Нейтрализатора. Не надо хилять. Не надо. Слушай, ну, не особо много он захилял. Поэтому все. Ребят, добиваем с вами Леонардо. Ах ты, не получилось. Давай вот так вот. В прыжке. Эпично его добили. Слушай, шикарно. Интересно, мы с вами перейдем на Лигу Воинов Три Звезды? Или же еще пока нет? Я думаю, что вряд ли. Хотя у нас всякая может быть. Не, ребята. Не получилось. 23 место. Но это только начало. Ребята, не забываем, что сегодня первый день. Так что все очень быстро может измениться. Причем в любую секунду. Ну, давай начнем, пожалуй, вот с Клеер. Давай-ка Клеер возьмем. Тут 20 уровень. Как раз у меня, по-моему, тоже 20 уровень, да? А нет, у меня 25, 27 и 29. То есть, соответственно, мы, ребята, сейчас нашего вражину просто раскромсаем. Ну что ж, поехали. Так, в первую очередь, я думаю, надо избавляться от Багстера Стокмана. Так, хорошо. Давай теперь сделаем вот таким макаром. Замечательно. Так, он опять хиляет. Он опять, ребята, хиляет, а? Ну-ка, пробьешь? Рокстеди фильм. Нет, ребята, немножечко не хватило. Да что с тобой сделать? Так, постепенно урон повесили. Маузер вызывает. Ну все, хорош, по-моему, любоваться, ребят. Давайте добьем уже. И начнем с Леонарда. Так, четверть ХП забрали. У нас, ребят, не забываем, есть хил. Если что, мы с вами в любую секунду можем отхилиться. Как бы для меня это не страшно. Добиваем Леонарда и остается нейтрализатор. Так, а вот теперь пора, наверное, немножечко подлечиться. Так, съедаем кусочек пиццы. И смотрите, как восстанавливается у нас замечательно здоровье. Так, бомбанем. И, наверное, ребята, пора добивать его. Все, нейтрализатор повержен. Ну, а мы, ребят, с вами получаем бонусы. Соответственно, переходим в Лигу Война в 3 звезды. И дальше по карьерной, как говорится, лестнице. Ну, давай, не томи. Какая позиция? 64-я. Ну, что же, неплохо. Неплохо мы с вами двигаемся. И у нас следующий персонаж. Я думаю, возьмем, наверное... Кто это такой? Дия или Джея? Я не знаю. Так, 22-й, 19-й. Ой, ребят, тут слабенький. Игрочишка нам достался. Вот таким вот образом мы с вами должны его покарать. Тут у нас и кожеголовый, и Донателло, и Рокстеди. В общем, все дела. Погнали. Ну-ка, пробьем. Почти, ребята, получилось, но не совсем. Так, куначки. Давай добьем. Ну что, Крис, пока. И я думаю, что пора нам браться за Стокмана. Стокмана, чтобы он, ребят... Да что ты... Слушай, ну, хил у него слабо развит. Мы сразу видим это, как он отхиливает своих персонажей. Так что все у нас хорошо. Добивочный. Минус. И теперь, я думаю, что будем брать Леонарда, да? Воворот. Леонарда пробьешь? Нет. Кожеголовый, к сожалению, не смог его пробить. Рокстеди добивает. И мы с вами, наверное, сейчас будем заканчивать с Карайкой. Так, она все-таки прыгает. Она сопротивляется, ребята? Ну, это и правильно. Все. Накатил Донателло ей. И что же мы, ребята, с вами перейдем? Или не перейдем? В следующий ранг. Давай проверим. Да, ребята, мы перешли с вами в следующий ранг. Это у нас элита, а одна звезда. То есть, все самые смаки еще впереди. Ну, косяк. Подождите, ребята. А почему у нас с вами с монетками проблема? Разве мы не получили монетки по истечению срока? Кстати, смотрите, что самое интересное, ребят. У нас будет разыгрываться... Да-да. Вот эти вот маузеры. Как их звать? Кролики. Не знаю, почему их тут прозвали кролики. Но вот они будут у нас разыгрываться. То есть, есть смысл. Смысл? Слушайте, а у меня же их вообще нету. Слушайте, если мы с вами в Лиге Сегунов окажемся, да, у нас будет 35 ДНК. А сколько у меня всего ДНК на этих самых кроликов? Ой, ребятушки, всего лишь 10. Даже если мы с вами получим 35, это будет 45. То есть, еще я их не открою. Но, тем не менее, ребят. Я так понимаю, они очень редкие, да? И есть смысл и шанс все-таки за них побороться. Ну, ладушки, мы с вами продолжаем турнир. Поехали в бой. Так, и надо определиться. Я думаю, что Джавьера я возьму. Будем с ним тут тягаться. Как раз тут 25, 22, 24 уровни, да? Да, именно так. А у нас уже, как видите, 30-очки подоспели. Но я вам скажу, что у меня 30-е уровни самые слабые из всех. Между, если брать 20-ми, 10-ми и начиная с 50-х. 30-е самые непрокаченные у меня бойцы. Поэтому нужно быть предельно осторожным. Так, Микеланджело усиливает свою команду. Это, кстати, очень плохо. Провокацию берет Рокзар. Да что ж ты будешь делать-то? Что ж ты будешь делать, а? Придется нам, ребята, как-то с Рокзаром для начала справиться, чтобы мы могли добраться. Так, блокировали способность. Давай-ка массовую, наверное, атаку сделаем. О, неплохо. Меткость, кстати, понизили двоим. Так, Рокзара не добили, к сожалению. У нас есть хиллер, но только один. Фух! Фух, промахиваются, ребята. Они промахиваются, и это хорошо. И это просто замечательно. Так, минус Рокзар. И давай-ка попробуем добить Микеланджело. Не получилось, к сожалению. А так. Так, есть. Контактиш. Так, теперь я думаю, что... Слушай, он будет хилять. Давай-ка возьмем Микеланджело. Так. Добьешь, нет? Нет, Роквелл не смог. А, Донателло? Отлично, добили. Ну что, ребята, остается лишь только Рокзарди нам с вами подбить. Есть. Слушай, вот эта вот команда, ребята, на самом деле слабенькая. Если бы они у нас не стояли бы, и у них не было бы антибафа на меткость, они бы, скорее всего, нас бы разбомбили бы. Но удача на нашей стороне, и мы с вами идем дальше. 19-я позиция. Мы до сих пор с вами в элите. Так что продолжаем сопротивляться. Так, кто это у нас такой? Дмитрий. Давайте-ка возьмем Дмитрия и подеремся именно с ним. Так, ну персонажей пока еще хватает. Берем Пита. Берем Рафаэля, Леонарда и еще одного Рафаэля. Справимся? Я думаю, должны. Конечно, Пит немножко меня пугает, потому что у него две бронзовые звезды. То есть он салабон, его можно подбить легко. А здесь, смотрите, все-таки довольно неплохие бойцы. И я думаю, что нужно начинать с Леонарда. Блин, ну придется брать Донателло, потому что здесь, ребята, пониженная атака. Поехали. Так, ну-ка. Ну что ты, Пит? Так, у нас, ребята, есть хиллер. И это хорошо. Так, что начинается здесь? Рафаэль, ребята, у нас хиллер. Так что, если что, мы с вами отхиляемся. Также не забываем, что Пит тоже у нас хиляет. Провокацию, да, взял Крип на себя? Плохо это, ребята. Я пока не буду брать хлебушек. Не нужно. А вот уже, наверное, около того, ребята. Уже придется, скорее всего. Нет, не пробили мы Крипа. Он хиляется, естественно, ребята, да, правильно, что он хиляется. Все, пора нам, по-моему, лечиться потихоньку. Ну-ка, Пит. Пожуй-ка, Батона. Пробьем или нет? Не можем до сих пор пробить с вами. Да что же за дела-то такие, а? Он все хочет мне, Рафаэля, загнобить. Я имею в виду Макман. Ну-ка, давай-ка вот так. Попробуем вот таким ударом, ребята. Шикарно. Слушай, надо Рафаэлю, по-моему, ребята, подкрепиться. Что-то он вообще плохо себя чувствует. А он все его хочет пробить, а? Ну-ка, Рафик, давай-ка Питцу. Угощай нас всех. Ой-ой-ой-ой-ой. А почему ты так мало себе восстановил здоровье, а? Почему, я спрашиваю, Рафаэль? Ну, Пит, сделай добро. Есть. Ребята, на волоске буквально у нас было здоровье у Рафаэля, но мы выстояли. И это благодаря тому, что все-таки у нас было два хиллера. Это Пит и Рафаэль. Но согласитесь, что Рафаэль хиляет вообще ни о чем. Просто вообще ноль. Я даже не увидел, сколько он там прибавки нам дал к здоровью. Но было видно, что он даже ни одной полосочки нам не прибавил. Ну что же, ребята, у нас с вами элита, две звезды. Мы перешли, 68 ранг. Мы продолжаем с вами эту эпопею. И будем драться с Элвисом. Почему-то написано не Элвис, а Эльвис. Ладно, пускай он, наверное, ошибся. Ну, Эльвис так Эльвис. Берем, значит, Кейси. Берем Бибопа. Берем Рафаэля. Микеланджело. Ребята, это слабая команда. Серьезно вам говорю, нам нужно кто-то посильнее. Например, у Саги. Вот сейчас будет веселуха. И у Саги это имба, ребята. Тем более, у него есть баф массовый, который, ух, как хорошо нам зайдет. Смотрите. То есть, сейчас он делает защиту и контратаку. Ну, контратака, опять же, рандомно упала на Рафаэля. Ладно, я не против, я не возражаю. Так, а вот теперь нужно думать, кого нам чикать. Давай начнем, наверное, с Кирби. Я даже не знаю, ну. Хорошо, давай с Рафаэля. Так уж и быть. Раз повышенный урон, начнем с него. Ох, ничего себе бомбанул. Так, неплохо, я вам скажу. Ну-ка, пробьем мечом его или нет? Почти, ребята. Почему-то постепенный урон не повесился, к сожалению. Он ускоряет свою команду, да? Ускорил. И причем на Рок Студии повесил Крит. И этот еще и хиляет Ахламон. Так, это у нас, по-моему, иммунитет, да? А, нет, это исцеление, ребят. Это нам пригодится. С вами похиляемся, потом попозже немножко. Опа, ничего себе, ребят, смотрите. Контратака, контратака. Ну ладно, Рафаэля мы сейчас с вами прикокошим. Да. Поджаривает. Хорошо, постепенки ни на кого не повесил. Так, что у нас вот это вот показывает путь в войну с помощью клинка. Вероятность 45, месть на два хода. Месть на два хода. Я думаю, что будем бомбить Кирби. Воу, шибанул. Ты видел, как он ударил? Молодец, Рафаэль. Ребят, не волнуйтесь, у нас есть с вами хил. Мы с вами обязательно отхилимся, потому что... Да, я думаю, что пора. Пора это делать нам. Опять же, слабый хил, но я надеюсь, что у этого будет посильнее. У Бибопа. У него тоже есть шоколад, называется. Ну-ка, пробьем. Минус Рокстеди. И пора, наверное, завязывать нам с Монда Гека. Ох ты, выжился, сунок. Ну-ка. Отлично, ребятули. Так, есть ли смысл? Есть. Есть, ребята, смысл атаковать. Да, я не спорю, будет контур-атака, но у нас есть защита. Блин, ну Саги красава. Ну, конечно, и старше по уровню, но все равно, ребята, он красавец. Особенно вот этот вот начальный баф, который нам дает защиту дополнительную и контратаку. Ну, опять же, рандомно про контратаку, но защита на всех. Так, 96-я позиция, у нас элита. Слушай, мы, наверное, сегодня далеко с вами забежим. Вот чувствую я. И давай-ка мы с вами возьмем, наверное, Рахима. Да, будем с Рахимом драться, а почему бы и нет? Тут 30-й, 32-й уровень. Так, а мы с вами сделаем немножечко похитрее. Я знаю, к чему это все ведет, поэтому будем с вами действовать вот так. Я беру Шреддера и также я возьму... Да, Микеланджело. А почему бы и нет? Все должно пойти как надо. Для начала мы будем с вами применять все массовые атаки. Так должно быть, поверьте мне. Ух ты, ну, Микки, добьешь, нет? Должен. Так, накладочка какая-то получилась. Ну-ка, минус Крис и минус Донни должен быть. Да, ребята. Шикарно. Ну, и что, что я потратил Шреддера? Ну, зато без потерь идем. И причем идем довольно хорошо. Так, 815 мутагена. Я думаю, позиция будет 50-я где-то. Ух ты, 36-я даже. Меня это устраивает вполне. Так, и смотрим дальше. У нас здесь... Мариану. Ну-ка, давай-ка мы с тобой, Мариану, немножко подеремся, поборемся. Как говорится, раз, два, три. Так, 31 уровни. Да, ребят? Ух ты, тут надо брать уже посерьезнее кого-то. И я думаю, что это будет у нас... Ха. Стокман будет, да? И, пожалуй, возьмем еще Эйприл. Эйприл я беру лишь для того, что... Ну, мало ли, что-то пойдет не так. Мы могли с вами хильнуться. Ну, а весь акцент основной идет, конечно же, на Бакстера Стокмана. Посмотрим. Положим с удара или нет? Ха-ха-ха. Езикатка, елки-палки. Сразу мне почему-то, ребята, вспомнилось, как мы с вами с Леонардо, с Вертухана деремся. А может быть, действительно нам Стокмана прокачать в платиновый? Нет, ребят, вы обдумайте хорошенько и уже пишите. Потому что все будет зависеть именно от вас. Вот сколько вы напишите, про какого персонажа больше будет, как говорится, за, тот будет и прапанный. Так, ну что, мы с вами перебрались в Лигу Самураев. Одна звезда, пока, пока. И у нас уже 39-й и 40-й уровни. Мы не слишком ли быстро с вами стартуем, а? Как-то, по-моему, чересчур. Я еще своих малышей, как говорится, не использовал. Так, здесь, наверное, нам придется взять, знаете что, ребята? Так, кто у нас по массовой атаке? У нас тут много массовиков. Я боюсь, просто мы не успеем. Блин, вот это засада. Ладно, ребята, берем Леонардо. Фиг с ним, так уж и быть. Пускай он сейчас замутит свою вертушку, зато все упадут, и мы с вами без потерь пройдем. Трич. Наверное, надо было его взять все-таки на более поздней игре, чем сейчас использовать. Ну, фиг с ним. Откатиков у нас, естественно, ребята, нету. Так, и какая позиция? 23-я. Поехали дальше. Так, 39-й, 40-й и 38-й уровни. То есть, ребята, уже никакого прослабления нам не дают. Нас просто прессуют. Именно вот такими серьезными противниками. Так, Монтеса возьмем. Возьмем Макмана. Так, Пиццелитсова в обязательном порядке. Так, секунду, секунду, секунду. Куныча не хочу брать. Давай берем Тигра. И Хана. Вот так вот. Возьмем Хана. То есть, у меня получается на трех слабых персонажей два сильных. Ладушки. Вначале мы понизим защиту. Ну, а теперь будем бомбить массовыми атаками. И уповать на то, что мы их быстренько здесь. Ты посмотри, что он сделал, ребят. Ты посмотри, как этот Бакстер Муха всех захилял. Полностью причем. Так, мало того, что захилял. Он еще иммунитет повесил себе. О-оу. Так, где-то у нас, ребята... Должна быть массовая, массовая. Так, это не то. Вот это, по-моему, да? Это же массовый баф. Нет, ребята, это не массовый был баф. К сожалению. Ну-ка. Давай, давай, давай. Это что такое сейчас было? Это что я тебя сейчас спрашиваю, Макман? Было, черт тебя подери. Ух-ух-ух-ух-ух. Зомбирующую пиццу. Давай, бросай свою зомбирующую пиццу. Да что, что будешь делать? Никак не можем, ребята, мы пробить. Под защиту. Ну, не может быть такая прям легендарная защита у них. У нас есть хоть хил какой-нибудь? По-моему, сейчас кто-то одуплится. По-моему, сейчас, ребята, кто-то у нас одуплится. У нас нету ни хила, ни защиты. Никого нету. У нас есть первый труп, второй труп. Ай, дреть тебя на корень, а? Ведь... Ведь предчувствовал, что так будет. Ну, вот предчувствовал и все. Тут только лично, наверное, ребята, тигр выживет. Это в лучшем случае. Это в лучшем, ребята, случае. Опять же, я не уверен в этом, но... Скорее всего, или тигр выживет. Ну, или же вдвоем. Так, слушайте, так начиналось, да, хорошо, ребята? Массовая атака, бомбануло. Все отлично. Мало здоровья у них было. И, как назло, пиццелиться и смог восстановить всю энергию. Все здоровье. Как такое может быть? Нифига у него там прокачан был. Это не эпицелиция? Кто же там у него? Елки-палки, я уже забыл, кто... А, это Бакстер Муха, да, ребят. Бакстер Муха. Вот этот вот проказник восстановил всем своим юнитам полностью здоровье. Хотя они буквально на волоске от смерти были. Ну, что же. Это неплохое, ребят, достижение для него. Ну, а мы с вами продолжаем. Продолжаем. И у нас кони. Давай-ка мы с коней подеремся. Мало у нас, конечно, остается персонажей, которые могут здесь еще что-то из себя представлять. Вот серьезно вам говорю. Так, ну, давай возьмем, наверное, Змейка Вьюна и... И Карайку. И Карайку. Была-не-была, как говорится, да? Так, начинаем с Кунай. Так, у него хил только пит. Я понял. Хиллер пит. Давай вот так вот, массовую атаку. Слушай, отлично. Почему он не стал хилить? Вот это для меня вопрос. Минус... Ха-ха. Почему он не стал делать хил? Так, бросаем бомбочку. Так, минус Микеланджело. Так, ну-ка. Минус. Нет, не подбили мы, ребят, с вами Пита. А так. Все. Ладно, хотя бы здесь у нас все пошло по плану. Хотя я немножко пужанулся. Думал, сейчас все-таки что-то не так пойдет. Но все отлично пошло. И мы с вами в самураях две звезды. До трех звезд сегодня поднимемся хотя бы. Как думаете, а? Так, тридцать девятый сурфтры. Воу-воу. Какой быстрый старт. Я, наверное, возьму... Шалогин. Ну, давай, Шалогина. Будем его потихонечку чекрыжить. Раз, два, три. И берем... Хм, ко всему этому давай возьмем крысиного короля и нейтрализатора. Да, я думаю, что такая вот команда должна справиться. Опять же, массовые атаки. Так, у него хил есть один и массовик, затейник. То есть даже три массовика. А вот это вот я, ребят, не понимаю, зачем он восстанавливает здоровье, если у него и так у всех полностью оно. Так, кабанчик, ты держись, я знаю, что у меня слабый. Так, где наш, ребята, гранатомет? Я хочу бомбануть с гранатометометом. Вот он. Поехали. Так, минус крис. О-о-оу, тихо-тихо. А если мы в ладошки похлопаем? Так, шикарно. И подпалим. Е! Слушай, я никак не ожидал, что они такие ватники. У меня чуть было мутагеноиды не положили. Вы сами видели, да? Сколько он здоровья отнял от удара одного. Так, мы с вами потихонечку-потихонечку продвигаемся. Все-таки в самураи три звезды мы попадем сегодня с вами. Да-да, именно. Вот жалко, конечно, что одну боевочку мы с вами слили. По моей же глупости, как всегда. Так, ну что, у нас тут остается Лео. Так, сплинтер, шреддер. Я не знаю, ребят. Давай возьмем, наверное, Бибопа и... И Ваньку-стиранка, скорее всего. Да. Слушай, надеюсь, вот так вот мы с вами сможем. Главное, чтобы Ваня меня не подвел. Если он сейчас барабанную... Ой, барабанную. Пулеметную дробь. Зафигачит как надо, будет все хорошо. Но у нас здесь слабый шреддер, к сожалению. Очень слабый шреддер. Да что такое, они все у меня, по-моему, здесь слабые. Ну-ка. Хорошо, минус Крис. Этот хиляет, естественно, ребята, Леонардо хиляет. Он причем довольно неплохой хиллер. Так, усилим свою команду на атаку. И давай, наверное, еще и Сплинтером усилимся. Сплинтер усиливает каждого по-своему. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, давай-ка мы сделаем, ребята, уворот. Ну его нафиг. Сейчас еще отдуплится он у меня. Ты смотри! Че он творит? Твою же маковку. Ребята, это опасно. Они, по-моему, сейчас его ухоркают. Так. Давай с гранатомета палить. Ну его нафиг. Есть! Так, секунду, секунду, секунду. Радоваться еще. Ух! Ребят, это просто чудо какое-то. Просто чудо. Нам повезло, что у нас Бибоп не упал. Там вообще было буквально плюнуть на него. Он рассыпался бы. Но нет, мы все-таки с вами простояли. Ну что же. Мы с вами в Самурае 3 звезды. И мы продолжаем. 81-я позиция. Отлично. Мне это нравится. Да, немножко расстраивает то, что вот тот бой мы слили. Все-таки. Но, как говорится, нет худа без добра. Поехали. Или как-то оно по-другому там говорится. Нет добра без худа. Не имеет значения. Ребят, что-то я повеселил не к добру. Сейчас, наверное, схлопочем тут по полной программе с вами. Вот будет веселье-то. Все, я беру железную голову. В этом раунде я возьму железную голову. И я надеюсь, что он меня не подведет. А он не должен подвести меня. Иначе секир башка ему сразу же от меня будет. Так. О, караечка молодец. Даже немножко некоторых замедлило. Так, паутинку бросаем. Пауксом. Ух ты, как добро-то он бомбанул. Так, хорош, хорош. Майки хилят. Да, у них у всех, ребят, как-то очень здоровски работает хил. Вы заметили, да? Очень здоровски. Но, тем не менее, мы здесь с вами затащили каточку. И... Слушай, а может быть мы сегодня попадем в Сёгуны, а? А почему бы и нет? Я лично не против попасть в первый же день в Сёгуны. Так, и возьмем-ка мы с вами. У нас остались там самые мощные персонажи, да? Давай-ка вот начнем с этой командочки. Так, это у нас No Name. No Name, потому что, ребята, нету имени, ни ника, ничего. Никаких опознавательных знаков. Это последний у нас, ребята, бой. Как раз. Вы посмотрите, мы с вами... Мы с вами всех до одного персонажей использовали. Вот это, вот это я называю, сыграли мы. Ну что же. Вперед, как говорится, из песни. Надо было, наверное, нам взять какой-нибудь пожирнее персонажика. Врага точнее, чтобы мы могли его наказать. Так, бомбочка. И что? Ну, давай возьмем провокацию. Тут им бесполезно что-либо вообще, ребята, делать. Не пробьют они ни за какие ковришки, ты понимаешь? Хоть танцульки, хоть фигульки, ничего вам здесь не поможет. Мы вот будем разбирать их. Так. Массовая атака есть. Массовой атаки у нас, по-моему, здесь ни у кого нету, да? Почему есть? Вот, например, у Кирби. А, нет, нет, нет. Выжил, выжил Микеланджело. Ну, это недолго. Вот так вот, вот так вот, ребята, по красоте мы с вами прошли сегодня лигу. Попадем мы все-таки в Сегуна или нет? Как думаете? Посмотрим. Нет, ребята. Нет, чуть-чуть не хватило. Ладно, ничего страшного. У нас еще, ребята, целая неделя впереди, так что все должно быть хорошо. Так, ну что, за кадром я набью осколочки. Так, давай посмотрим, что у нас, ребята, за испытания. О, а вот это меня радует у Саги против Духа. Так, значит, у нас сцены насилия. Это у нас разыгрываются черепашки, в основном комиксы, да? И силы природы. Вот здесь как раз и будет у нас Химера. Вот то, что здесь Тигры, это меня радует. Шреддер будет разыгрываться. Черепашки из видения. Слушай, ну это классно. Это классно. Это обязательно, ребята, мы с вами будем проходить в следующих сериях. Ну что же, на этом закругляюсь я. Всем большое спасибо за просмотр, ребят. И до новых скорых видосиков. Удачи вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова